Доброе утро! На РБК региональный выпуск новостей. Меня зовут Маргарита Гафарова. Мы вещаем из отеля Кранплаза Уфа. С начала следующей недели школьники республики вернутся к обычному формату обучения. Это стало возможным в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе. Вернуть детей за парты рекомендовало Министерство образования. Предложение поддержали и представители Роспотребнадзора. Контрольное управление главы Башкортостана проверит, как соблюдаются в школах санитарные нормы. Напомню, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом были продлены осенние каникулы. После них ученики 6-10 классов, за исключением малокомплектных школ, перешли на дистанционный формат. С 30 ноября к очному обучению вернулись школы в 23 муниципалитетах. Почти на 10% снизилась заболеваемость COVID-19 среди людей старше 65 лет в Башкортостане. Об этом сообщил глава Республики Радихабиров на заседании оперативного штаба. Сделать это удалось благодаря режиму самоизоляции, который действует в Республике со второй декады ноября. По данным регионального Минздрава, уменьшилось и количество обращений возрастных жителей в больницы с симптомами и подозрением на COVID-19. Специалисты отмечают ситуацию с распространением коронавируса в Башкортостане стабилизируется. Темпы роста заболеваемости замедляются. Так, за минувшие сутки в Республике зарегистрировали 142 случаи заражения. Общее число заболевших составляет 14 548 человек с начала пандемии. При этом 12 140 пациентов уже выздоровели. Из них 131 за последние сутки. Часть нотариальных полномочий переведут на удаленку с 29 декабря. Это позволит упростить создание цифровых документов и ускорит совершение юридически значимых действий. Об этом сообщил президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик. Например, при необходимости нотариус сможет ознакомиться с интернет-сайтом, чтобы заверить доказательства, а также совершить исполнительные надписи. Последние помогут взыскивать долги по заверенным договорам. Одно из главных новшеств – введение дистанционных нотариальных действий с участием нескольких специалистов. Они смогут оформить сделку, например, по недвижимости, которая находится в другом населенном пункте или регионе. При этом эксперты отмечают, что нормы, регулирующие заверение документов, прежде всего электронные подписи, должны быть доработаны, чтобы избежать возникновения мошеннических схем. Работа нотариуса, на мой взгляд, будет облегчена. Муниципальные органы власти имеют право на сегодняшний день заверять доверенности. Однако на нотариус, на мой взгляд, возложены некоторые полномочия, которые свойственны службе судебных приставов. Центральный банк, даже являясь мегарегулятором, на сегодняшний день перегружен теми обязательствами, которые накладывают на него новые законодательные акты. Главный плюс для граждан – это удобство и экономия времени. В то же время необходимо понимать, что не все так просто. Написал письмо нотариусу на электронную почту и получил услуги. Для этого речь идет об использовании граждан таких сервисов, как единый портал государственных услуг, личный кабинет заявителя в единой системе нотариата или веб-сервис ЕИС. Также, чтобы зафиксировать факт оскорбления в сети, достаточно будет обратиться к нотариусу через госуслуги. Специалист подготовит для суда документы, подтверждающие факт публикации. Таким образом, у пострадавшего появится возможность компенсировать понесенный ущерб. Башкирский парламент предложил запретить передвижные зверинцы и дельфинарии по всей России. Соответствующий законопроект депутаты планируют внести в Госдуму. По словам депутатов, это необходимо сделать из-за антигуманного содержания в таких заведениях. Как правило, животные ютятся в маленьких клетках и лишены надлежащего ухода, питания и ветеринарного обслуживания. Все мы прекрасно понимаем, что вот эти передвижные цирки, зоопарки и тем более дельфинарии, они в абсолютно чудовищных условиях содержатся там в животных. И для животных самое, что ни на есть, мягко говоря, некомфортные условия в этих местах содержания. И, конечно же, и для гуманизации нашего общества, и для того, чтобы в целом было гуманное обращение с животными, сегодня разработаны инициативы. Между тем, вопросы о передвижных зверинцах неоднозначны, считают эксперты. Наряду с гуманным обращением с животными необходимо обеспечить и доступность посещения зоопарков для жителей, а в первую очередь для детей из отдаленных населенных пунктов. И в хороших руках при соблюдении требований по достойному содержанию животных передвижные зоопарки имеют право быть. В случае поддержки Госдумы закон вступит в силу через полгода после официального опубликования. Это время предлагается дать владельцам передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев для определения дальнейшей судьбы животных. Они смогут перейти на стационарный режим работы, либо передать или продать животных стационарным зоопаркам. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар дешевеет, а евро сохраняет позиции. Американец потерял 71 копейку и курс 75,62. Евро по-прежнему 91,31 рубля. И лучшие обменные курсы к этому часу покупка и продажа доллара в Банке Финам по 75,70 и 76,11 соответственно. Наиболее выгодный курс покупки и продажи евро тоже в Банке Финам по 91,20 и по 91,59 соответственно. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК. Всего хорошего.